Экономическая ситуация на самом деле катастрофически ухудшается. Теперь к олигархам. Олигархи, которые были назарбаевские, они станут токаевскими. Кто из них быстрее кряхнет? У него забрали, а кому отдали? Но ведь задача поставлена, демонопоризация. Задача поставлена, задание дано. Поручение. Поручение дано. Возврат капиталов. Странная постановка просто сама по себе. А как это связано? Вот объясните, пожалуйста. И это только начало же. Общий привет. До старых. С вами я, Вадим Борейко и канал Гиберборей. Сегодня вы увидите третью часть интервью с Галамжаном Жекияновым. Будем говорить об экономической ситуации в Казахстане. Итак, мы, Галамжан Борянович, завершили предыдущую часть на том, какие изменения вы заметили в Казахстане после трех лет отсутствия. Вы обратили внимание на то, что народ произносился. Мы вот как-то больше говорили и говорим про политику, ну, по крайней мере, последние полгода или с начала января. А экономическая ситуация на самом деле катастрофически ухудшается. Которая людей интересует в гораздо большей степени, чем политики. Абсолютно правильно. И не только, причем, на макро уровне, как говорят экономики, но и на микро уровне везде. И это она ощущается. Поэтому вы меня спросили, я передал свои ощущения, как вот люди, да, вот знаете, вот их благосостояние людей, ведь часто очень-то можно определить по их поведению людей, да, по их уверенности или по их действиям, вот. Я бы так сказал, что сейчас меньше уверенности вот в завтрашнем дне, а что у людей озабоченность больше в глазах сегодня проявляется. Ну, если говорить про внешние ощущения. Я такую уверенность в завтрашнем дне, в последний раз запомнил, это середина 80-х годов, может быть. Ну, это уже как бы абсолютная уверенность. Это чисто советская была. Да. Ну, если говорить конкретно, то, ну, начну, наверное, вот с макроэкономики, да, с уровня там государственного таких вот позиций. Прежде всего, конечно, вот чрезмерная монополизированность нашей экономики. Ну, мне уже приходилось на эту тему высказываться. Даже тот же фонд, сам рук казна возьмем, да, или другие монопольные структуры, которые были прежде, так и сейчас они продолжают свое существование. Но одно дело раньше, когда был, скажем так, обильный приток нефтедолларов, в общем-то, и как-то вот, в общем-то, рост, он скрашивался. Все равно, так или иначе, все, несколько просачивалось все. А в этом году вон какие цены? Это сейчас только ниже 90 долларов за баррой спустился, а были же и больше 100? Разве не было такого же самого притока? Ну, цены-то одно. Первый вопрос, по каким ценам реально можно продать. Второй вопрос, нам же в конце, грубо говоря, перекрыли нефтяной вентиль, да, и объемы... Переходи периодически, да. Да, и тем не менее, объемы, общие объемы, они упали, упадут по результатам этого года. Ну, если это как бы общими мазками говорить. А с другой стороны, если говорить про вот ежедневную ситуацию, с чем люди наши сталкиваются, это прежде всего инфляция, прежде всего рост цен, это снижение доходов населения, это главный показатель, в этом он заключается. То есть цены повысились, а доходы практически остались теми же, если остались, а кто-то и потерял работу, и заработится. И это только начало же. То есть, когда мы говорим про экономику, то мы всегда смотреть, должны какую-то динамику. Динамика, к сожалению, сегодня очень такая, скажем так, негативная. Вот это я наблюдаю. А если говорить про сектора в целом экономики, то... Но ведь задача поставлена, демонопоризация. Это одна из главных задач, поставленной Тукаевым, еще в январе этого года, 11 числа. Вы правильно говорите, задача поставлена, задание дано. Поручение. Поручение дано, как оно выполнять, и что в этом направлении делается. Делается абсолютно противоположное. Это примерно как с той же демократией, да? Говорим про политическую модернизацию, а все действие сводится к сохранению... Заключивает гайки сами по себе, да. И здесь то же самое. Мы говорим про либерализацию экономики. Какие-то красивые слова опять употребляются, все это говорится, но главный показатель, Самрук Казнат остался, как, в общем-то, просто люди поменялись, люди, а все остальное сохранилось. Ну что, такие вообще ничего не произошло в Самруке в этом году? Вот недавно Казмурный газ пролил, по-моему, свою долю в Кажеране, да, Самруку? Ну вопрос не в продаже, я опять повторяюсь, что если говорить про Самрук Казна, то здесь главная опасность в том, что для экономики в целом, что почти 40% внутреннего ВВП сосредоточено, вот как, по крайней мере, они говорят, да. А это очень сильно влияет на всю ситуацию в целом, в экономике. И особенно это влияет на, это подавляет развитие малого и среднего бизнеса, предпринимательства, основы, ну, в современной экономике во многих странах мира. Это основа малый и средний бизнес. А здесь вот действительно как раз падение, катастрофическое, причем падение уровня их доходов, малого и среднего бизнеса. Вот это... А как это связано? Вот объясните, пожалуйста. То есть, малый и средний бизнес нефтью не занимается, само собой, там должны работать, допустим, национальные компании или крупные, там, зарубежные компании, да. Но ведь малый и средний бизнес, частный сектор развивается в таких торговле, там, в IT, в конкурентной среде. Что мешает вот развиваться МСБ? Ну, связь здесь абсолютно прямая. Если говорить коротко, то доходы, в целом, деньги, которые приходят в экономику, они же, в конце концов, каким-то образом проходят, просачиваются до малого и среднего бизнеса. Будь то кафе, будь то какой-нибудь, как вы говорите, там, IT-фирма или другие какие-то услуги или сервис, или производство каких-то, я не знаю, товаров. Так или иначе, платежеспособность, спрос был, когда он будет выше, лучше же для, собственно, малого и среднего бизнеса. А этот спрос, платежеспособность падает. И это, прежде всего, сказывается на, в общем-то, малом и среднем бизнесе. Это одна часть вопроса. Другая часть вопроса, то, что я говорю, когда подавление, да, секторов экономики, это когда государство напрямую и вмешивалось, и продолжается вмешиваться, каким образом? Создаются какие-то государственные предприятия, или были созданы, или работают действительно, в общем-то, по производству, я не знаю, тех же планшетов, или чего-нибудь такого. То есть то, что мог бы производить частный бизнес в частном секторе, да, вот, государство своими, скажем так, инвестициями, своими вливаниями в какое-то, в избранное предприятие, оно в целом убивает других, убивает конкуренцию. И Октавовский завод планшетов превращается в завод по производству мешков для удобрения. А кроме того, мы увидели, что увидели в апреле, по-моему, да, где-то, вот, в общем-то, на правительстве. Разбирали вот эти проекты. Я посмотрел, просто прошел все по спик, у этих проектов 200 с лишним, что ли, этих проектов. И по названиям их, оно видно, что такое проекты. Это значит, государство будет давать деньги конкретным, намерено давать деньги под конкретно какие-то производства, да. Ну, это означает, что все вокруг этих производств будет убито. Вот это тоже подавление этого малого и среднего бизнеса. Это препятствие их развитию. Один серьезный резерв есть как у правительства, так и у народа. Это во многом еще не распечатаны из-за краба, олигархов и окружения семьи Назарбаева. А как вы относитесь к работе государственной комиссии, которую все называют по возврату активов? Ну, к сожалению, мне мало что известно о работе этой комиссии. Они же недавно отчитались, что они вот уже вернули государству 523, по-моему, миллиарды тенге. Это вообще-то серьезные деньги, это больше миллиарда долларов. Вот комиссия создана вскоре после референдума, в тот же день, 5 июня это было. Вот. Ну, уже это можно считать уже результатом или нет? А каким образом вернули? Что значит вернули? Вы слышали, какие-то были судебные решения на этот счет? У кого-то экспроприировали и вернули? Или как это вообще вам видится? Я могу только предполагать, там же расшифровки нет. В понедельник 26-го завершился суд над Кайратом Сатабалды. Вот он добровольно вернул. Возместил, что называется, ущерб, в том числе национальным компаниям, Казахтелекому там и еще какому-то центру. Раньше была информация, что были акты дарения, акции Казахтелекома. Претензий к нему нету. Ему и срок скостили за это дело. Может, они это считают? Ну, историю с Кайратом Сатабалды, я бы сказал так, отделался легким испугом, может быть. Да, конечно, 6 лет тоже какой-то срок, наверное, можно считать. Но его судили не за то, в чем его, по крайней мере, первоначально обвиняли, что в чем его подозревали, да, я имею в виду январские события. Была политика определенным образом здесь. Но в результате, в общем-то, получилось так, что срок получил за какие-то экономические преступления. Вы же тоже 6 лет получили в свое время? У меня 7 лет было. 7 лет, да? Отсидели вы 4 года? Ну да. 4 года, да? И то у вас, в общем-то, политическая статья же была, да? Не статья по политическим мотивам сидит, а статья другая. Да. А что касается здесь, ну, вроде бы цифры, там, которые вы говорите, столько там миллиардов, она звучит как миллиарды. А если взять в соотношение к ВВП, это какие-то там несчастные несколько процентов, да? И то, что значит вернули, вот таким образом. Меня это настораживает. И потом, ведь пока система сама власти не изменилась, происходит и произойдет что? То, что олигархи, которые были Назарбаевские, они станут тукаевскими, да? Если говорить, есть ли назвать своими именами, в общем, откупятся, как мы видели до этого там. Сейчас вот это отдельная интересная тема, Глабшат Беллажанович. Я вас доспрошу про Кайрата Сатабалды, как человека опытного, то бишь сидевшего. То есть он пошел на соглашение со следствием на сделку, да? И ему там максимальный срок был с 7 до 12 лет по этой статье, да? Ему до 6 в Кастире. А сколько в реальности, какой срок его ждет? Как скоро он сможет выйти по УДО? Вы, когда имеете в виду сделку со следствием, вы имеете в виду... 65-я статья? Нет, вы полагаете, что именно Сатабалды там именно с каким-то следователем, о чем-то договорился? Это была официальная версия. Сообщалась, да? Вот 65-я статья, вы знаете, соглашение со следствием. Признание вины, причем он согласился заранее со сроком, который просил прокурор, еще до оглашения приговора. То есть и Расканье учитывалось. Для меня это звучит так, что есть определенная договоренность между некоторыми сторонами, скажем так, высокими договаривающими сторонами, о том, чтобы не открывать ящик Пандоры. В данном случае январские события. Что все-таки произошло тогда? В январе. Если мы слышим, что была попытка госпереворота, тогда давайте как бы и расследуем, кто в этот госпереворот был вовлечен. Дайте ответ на этот вопрос. В данном случае, получается, судили не за то, что тогда в чем его подозревали, а, в общем-то, по какому-то второстепенному поводу. Глобжал Глобжалович, смотрите, здесь еще не исключены другие же, во-первых, и экономические дела, которые могут быть возбуждены. И вот одно другому не мешает. В принципе, технически можно предъявить обвинение и по, допустим, если он в этом замешан, по тому, о чем вы говорите, по подготовке госпереворота, да? Но это пока молба. То есть это люди об этом говорят. То есть одно другому не мешает. Но я вас спросил, если, допустим, это обвинение будет одно, какие у него перспективы? Когда он сможет выйти на условно-досрочное? Ну, я не его адвокат и не юрист, могу лишь сказать по своему опыту. Ну, статью, как бы, ему, как говоря на зэковском языке, перебили. И, в общем-то, по УДО он уйдет, ну, по одной трети. Одно трети, то есть это два года, да? Да, и потом плюс содержание в СИЗО, если он действительно в СИЗО содержится, то день идет за два или за сколько? За полтора. За полтора. Ну, в общем, таким образом, где-нибудь через год. С лишним, да? Да. Если, конечно же, какие-то другие политические обстоятельства не наступят или что-то не изменится. Колонию, где он содержится, назвали учреждением средней безопасности. Что это означает? Без понятия. Есть колонии общего, общая колония, строгого режима, общего режима и особо строгого режима, да? Есть скрытые, но, в общем-то... Я запомнил именно средней безопасности. Ну, скорее всего, это такого общего. Ну, вопрос из области, опять же, гипотез. Как вы думаете, как его встретят? Ему там будут созданы отдельные условия особые или нет? Я даже не берусь судить, как его встретят. Ну, в общем-то, я вообще даже сомневаюсь, что он будет пребывать в колонии. Возможно, ограничится даже и, в общем-то, содержание в СИЗО. Я не знаю, как на самом деле это будет происходить. Если вы говорите про... Если он совершил сделку со следствием, значит, еще какая-то была тема за этой сделка. То, что официально озвучено, за этим, значит, стоят еще какие-то неофициальные условия. Тут я гадать не могу. Да, поэтому... Если бы у нас было правовое государство, да, мы могли бы рассуждать, что вот четко вот так, вот так, вот так предстоит, вплоть до его все расписали бы. Но в данной ситуации, в общем-то, много вариантов. Теперь к олигархам поподробнее с этой цифры. То есть, назарбаевские олигархи стали токаевскими, да? Стали или станут? Ну, мы видим, что ни с кем глава государства не ссорится. Ни с казахмысовскими, ни с евразийцами, ни с этим ратовым. Ну, знаете, Вадим Николаевич, вообще, опять же, если говорить о правовом государстве, да, то, по большому счету, про возврат капиталов, ну, не следовало говорить в такой постановке вопроса. Возврат капиталов. Странная постановка вопроса сама по себе, с точки зрения государства. То есть, есть в чем обвинить тех же олигархов? Это народное название, я подчеркнул, возврат капиталов. Мы для краткости так называем, потому что его такое название в комиссии. Да, есть в чем обвинить этих олигархов в экономических преступлениях. Предъявляйте обвинения, проводите следствие, проводите суд, открытый, публичный, судите, конфискуйте, если как бы в чем-то подозреваете. Но все это должно быть публично, и все это должно быть в правовом режиме, а не так вот, как это происходит сегодня. Мы знаем, слышим, какие-то движения есть в этом плане. Кого-то что-то отжимают, кого-то что-то переписывает. Мы не знаем, даже на примере того же Сатабалды или других там, да, у него забрали, а кому отдали. То есть получается так, что у одних забирают, а отдают другим. Я не удивлюсь, если завтра, в общем-то, просто люди поменяются, а эти позиции, сами по себе вот эти места, эти лакомые куски, ну окажутся у кого-то, у других просто лиц. Ну, по крайней мере, акции Кастерекома были возвращены им в доход государства, поскольку мне известно. Ну, доход государства, опять же, такое понятие условное. Что-то я не слышал, чтобы продавали эти акции на аукционе, и что-то купил, и за это столько-то там тенге выручили, и, в общем-то, эти деньги вот пошли в бюджет конкретный. Такую формулировку я что-то не слышал. Вы слышали о деятельности общественного фонда Илье Кайтару, Булата Абилова и Орзалы Ержанова? Да, я думаю, нужно приветствовать такую инициативу, по крайней мере, как то, что обратить внимание общества на эти существующие проблемы. Что бы вы со своей стороны посоветовали бы им сделать, чтобы увидеть более конкретные результаты их работы? Вы знаете, Вадим Николаевич, сложно ожидать от общественников или вообще от такой общественной инициативы каких-то конкретных результатов. В конце концов, это же решение должно быть на государственном уровне. Я бы сказал, даже на уровне каких-то государственных институтов. То есть до этого, что мы говорили, какие-то судебные решения в конце концов должны быть, пройти потом, чтобы все это было легитимо, на правовой основе сделано. Здесь в той части, что обращается на это внимание общество, это да, это правильно. Но опять же, в конце концов, все упрется... Ну, до судебных решений должны быть какие-то расследования все-таки. Понимаете, вот все эти рассуждения, все это обращение внимания упрется в понятие политической воли одного человека, способен он это сделать или не способен он это сделать, пойдет на это или не пойдет. А так вот, в общем-то, деятельность правильная, призывы правильные, но дальше ход за властями, что они на этот счет скажут, какие решения примут. Какие экономические перспективы сейчас вы видите перед Казахстаном? Все зависит, опять же, от политики, конечно, прежде всего, да, от политической системы. Первое и второе, и самое важное, наверное, в данной ситуации, и судьба, по большому счету, всех вот тех республик, которые остались после Советского Союза, я имею это, прежде всего, от результатов, от того, чем закончится война в Украине. Я бы так обозначил. По большому счету, конечно, и в целом, мировая экономика от этого тоже очень сильно зависит, зависимо от данной ситуации. Скажите, а существование Евразийского экономического союза тоже зависит от исхода войны? Естественно. Если, то есть, будет поражение в каком-то виде, да, хотя поражение могут и победой назвать, ты сам не должен отличать, как поэт говорил, он сохранит свое существование в Евразийском Союзе. Вы поражение чье имеете в виду? Россия в воде с Украиной. Ну, все будет зависеть от того, опять же, в каком виде это будет поражение, да, как это будет зафиксировано, и вообще, в целом, как многие наблюдатели сейчас отмечают, изменится ли конфигурация самой Российской Федерации, в данном случае уже. Поэтому я бы сказал даже вопрос не только существования этого Евразийского союза, да, но и в целом существование Российской Федерации. То есть вы думаете, там начнутся сентробежные силы? Не исключаю этого. Это вполне допустимое явление. То есть, по большому счету, если так вот говорить, тот распад империи, если так говорить, да, вот Советского Союза, который начался в конце 80-х годов, он же как бы еще не был завершен в том смысле, что не было все установлено этим взаимоотношениям между республиками, пусть автономными на тот момент, или такими независимыми республиками, но все эти отношения, они как бы до сих пор еще, но все такое, знаете, вот искусственное, навязанный характер. И в том числе вот этот вот Евразийский союз, он же, если говорить, назвать вещи своими именами, он был выгоден только России. Ну да. Какой союз более жизнеспособен? Евразес или УДКБ? Ну, УДКБ это больше военно-политическое образование, чем экономическое образование. Точнее, поставлю вопрос, кто из них быстрее кряхнет? Я думаю, что это УДКБ, как бы, в большей степени, потому что уже сейчас в самом УДКБ существуют страны, которые прямо друг с другом воюют, да, я имею в виду в данном случае, ну, или воевали, конфликт был вот между Казахстаном и Паджикистаном, к примеру, или вот ситуация с Арменией, возьмите, да, она уже располагает к тому, чтобы союз уже, ну, де-факто, можно сказать, он уже распадается, если говорить про УДКБ. Вы сказали, что нависла угроза над целостностью собой Российской Федерации, а если пойдет по такому сценарию, по каким швам она будет расползаться? По тем же самым, что, вот, помните, в начале Ельцинского правления, да, это Кавказ и, скажем, Татарстан, Татарстан как топил активную за независимость, и, фактически, ну, вот эти настроения, они все были задавлены, да, особенно при Путине. Вы знаете, могут быть самые невероятные сценарии. Вспомните, как было в конце 80-х годов, скажем, в том же, ну, 86-87 году даже, самые какие могли быть смелые предположения о том, что вот Казахстан получит независимость на тот момент. Даже вплоть до 90-х, 91-го года, в марте, по-моему, да, провели референдум о сохранении Советского Союза. Через несколько месяцев все это поменялось, изменилось. Поэтому сложно давать на этот счет прогноза. Большое вам спасибо, Голобжан Бадалжанович, за эту беседу. Я надеюсь, это в реалии так, глаза в глаза, это у нас только разминка, и мы еще в нашей студии не раз встретимся, и вы прокомментируете какие-то новые события. Вы, дорогие зрители, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, будете регулярно получать уведомления о каждом нашем новом выпуске, или просто заходите в 9 утра на канал, там всегда будет новый выпуск. Ставьте лайки, пишите комменты, делитесь ссылками на это видео в своих социальных сетях, чатах и мессенджерах. И в конце каждого выпуска я всегда говорю вам коп-коп рахмет за донаты, которые вы присылаете. В Бэйсбергерс мы делаем гибребарей вместе. Донаты послали очень легко, вы можете это сделать на номер телефона, на номера карт Каспи и Халык, на Каспи Пэй, перед вами на экране QR-код, который вы можете просканировать с помощью мобильного приложения Каспи. А зарубежные зрители и слушатели могут перечислить нам донат через систему переводов Пейпал. Все эти реквизиты я повторю внизу в описании к этому ролику. На этом я с вами ненадолго прощаюсь. Саубон здар! Саубон здар! Саубон здар!